МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шесть рукопожатий до главы государства. Спецоперация «Ближнее окружение». Смертельная схватка под ковром. Мифы и правда о Галине Брежневой. У Брежнева, по сути, было две достаточно равноценные проблемы. Постельное управление или тайный матриархат. Управление слухами. Эрмитажный сервиз в судьбе Романова. Бриллиантовое дело в семейном кругу. Уже всем известно, что ни он, ни Галина, никакие бриллианты у Бугримовой не крали. Уже известно, кто это сделал. Эхо выстрелов в подвале Ипатьевского дома. Женский след во власти. От Ленина до Горбачева. Роковое проклятие коммунистических вождей. Но для них ненавистна была сама здоровая, добропорядочная русская семья. Семейные тайны эпохи застоя в программе «Шесть колец вокруг генсека». Если женщина проявляет характер, про нее говорят «вредная баба». Если характер проявляет мужчина, про него говорят «он хороший парень». Маргарет Тэтчер. Брежневский застой. С легкой руки современных либералов, старающихся очернить все советское, так стали именовать вообще-то «золотой период нашей жизни». Но история все расставляет на свои места. Эпоха правления Леонида Ильича Брежнева войдет в мировую историю как время равновесия двух систем, постоянного улучшения жизни советских людей. Но о семейной жизни тогдашних руководителей страны было мало что известно. Лишь сегодня потихоньку раскрываются тайны быта кремлевских старцев. Мне кажется, есть некий рок, который преследовал большинство руководителей Советского Союза. Этот рок – своего рода акт исторического возмездия за то, что было совершено в Екатеринбурге в июле 1918 года. Большевики, придя к власти, старались уничтожить не только старый строй, не только собственность, но для них ненавистна была сама здоровая, добропорядочная русская семья. А если мы будем честными перед собой и перед историей, то мы должны признать, что не было в нашей истории более здоровой, более добропорядочной, более любящей русской семьи, чем семья последнего императора Николая Александровича. Действительно, после расстрела всей царской семьи почти все последующие правители СССР были не очень удачны в семейных отношениях. Ульянов Ленин умер бездетным. Иосиф Сталин пережил трагедию с самоубийством любимой жены. Один сын погиб в плену, другой потихоньку спился. Дочь эмигрировала в США. Юрий Андропов с больной женой, которую лечили наркотиками. Последний генсек и президент СССР Горбачев, который, как выяснилось, был под каблуком Раисы Максимовны. В 87-м году, накануне 70-летия Октябрьской революции, все, наверное, люди среднего и старшего поколения помнят выступление Бориса Ельцина на так называемом Октябрьском 87-го года пленуме. И чем оно закончилось? А закончилось оно тем, что вся страна говорила об одном. Потом Ельцин сказал, что страной управляет не Горбачев, а Раиса Максимовна. Потом, когда была опубликована стенограмма, выяснилось, что Ельцин и слухом не слыхал об этом, и говорить-то и не пытался. Но люди-то уже были уверены в этом. Более того, были и в партийных кругах оппоненты Горбачева, которые осознанно распространяли эту версию о выступлении Ельцина. Брежневское время – это период жесткого противостояния двух систем. Это было время, когда спецслужбы двух супердержав разрабатывали новые методики и технологии работы. Именно в это время в практику спецслужб входит теория шести колец или шести рукопожатий. Она была выдвинута в 1969 году американскими психологами. Гипотеза заключалась в том, что каждый человек опосредованно знаком с любым другим жителем планеты через цепочку общих знакомых, состоящую из пяти человек. Смысл заключался в том, что каждый человек, если он внимательно подумает и просчитает, достаточно совершить шесть движений, то есть выйти на одного человека от этого человека, выйти на другого человека, на третьего, и достигнуть любого персонажа, который у власти, который у власти там или сяб. Потому что у кого-то есть знакомый, у того знакомого есть еще вот эта система, на которой работали все спецслужбы. Первый опыт, проведенный под контролем ЦРУ, показал удивительный результат. Так добровольцам предложили достучаться до 20 засекреченных людей в СССР. Первым успехом стало определение почтового адреса одного из таких засекреченных людей в Сибири. Адрес сибирской цели был найден при помощи всего четырех сообщений. То, что дети, руководители, что СССР там, что не СССР, это не важно. Руководители любой страны, они всегда привлекали и привлекают внимание, это, конечно, безусловно совершенно. Несомненно, Леонид Ильич Брежнев и его ближайшее окружение находились под плотным колпаком как отечественных, так и зарубежных спецслужб. Аналитики по крохам собирали малейшие слухи и сведения из ближайшего окружения генсека. В молодости Леонид Ильич был, что называется, писаный красавец. Он пользовался большой популярностью у представительниц слабого пола. При всей внешней строгости Брежнев был в полной зависимости от женского влияния. «Все мы, Брежневы, слабохарактерные», – говорил он. «И дети наши, бабы, делали с нами все, что хотели». Жена Брежнева, может быть, по своей какой-то природной мудрости, может, по каким-то иным причинам, она фактически нигде не высвечивалась, как такой человек, который участвовал в политике. Ну, а Святомус, место не бывает пусто, и, соответственно, этот вакуум был заполнен дочкой. Поэтому у Брежнева, по сути, было две достаточно равноценные проблемы. Советский Союз со всеми его делами, проблемами и внешнеэкономическими связями, и своя собственная дочка. Я думаю, что по тому пространству мозга, который был задействован на эти два объекта и по времени, и по психологическим нагрузкам, эти два объекта были примерно равны. «Словно мухи тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам». Владимир Высоцкий. «Сколько слухов наши уши поражает, сколько сплетен разъедает, словно моль», пел в те времена Владимир Высоцкий. И мало кто знает, что эта песня была написана по конкретному поводу. Спецслужбы пытались остановить или усилить распространение слухов о семье Брежнева. Уже в те годы, в 70-е годы, было прекрасно известно, как ходили, опять-таки, рассказы о том, что соответствующие службы проводили эксперимент. В Москве в нескольких магазинах, в трех-четырех точках, через подставных лиц, как бы случайных прохожих, запускались слухи. Достаточно было 24 часов, чтобы через определенное время и пространство эти слухи обходили всю Москву, а потом довольно быстро их пересказывала соответствующая радиостанция, находившаяся под контролем западных спецслужб. Мы вряд ли когда-нибудь узнаем до конца правду об этом. Но мы вправе построить версию, что интерес в дискредитации Брежнева, а шире дискредитации власти, через дискредитацию реальную или мнимую членов его семьи, включая Галину Леонидовну, был у слишком многих. Главной бедой генсека была его любимая дочь Галина. За глаза ее называли принцессой цирка. Эффектная, пылкая, она стала своеобразным символом эпохи застоя. При всей кажущейся монолитности ЦК КПСС и Политбюро в стране шла большая подковерная борьба за наследство стареющего генсека. В этом мы видим свой долг перед партией, перед народом. Брежнев постепенно утрачивал реальную власть, все большую силу набирал Юрий Андропов. Бывший руководитель всесильного ГГБ, он, несомненно, знал обо всех художествах Галины и использовал это в своих целях. Галина оказалась человеком, которая казалась всем. Ее можно каким-то образом подцепить, ее можно каким-то образом использовать. Причем использовать не только с тем, чтобы иметь влияние, а, может быть, использовать в первую очередь для того, чтобы дискредитировать полностью совершенно Брежнева, для того, чтобы сменить его. Потому что ведь всем известно, что последние годы своей жизни Брежнев, он же практически был на каких-то безумных лекарствах, которые ему сосовали, засовывали. В общем-то это был ужас, он же был полуживой. Те люди, которые помнят все эти выступления, конечно, это выглядело просто как анекдотическая пародия. Бедный старый человек, которого заставляют часами что-то говорить. Потому что он уже был, конечно, недееспособный. Влиять на дочь он уже практически совершенно никак не мог. Галина стала вот той самой картой, в чьей-то большой игре, которую очень легко можно в нужный момент достать и показать. А вот видите. В 1976 году здоровье Леонида Ильича Брежнева пошатнулось. Началась реальная схватка за власть в стране. Одним из претендентов был первый секретарь Ленинградского обкома, член политбюро ЦК КПСС Григорий Романов. И как по команде, зарубежные радиоголоса вдруг вспомнили историю двухлетней давности о свадьбе дочери Романова, на которой якобы разбили эрмитажный сервиз. Сегодня известно, что утка была выпущена из недр КГБ. Однако на просьбу Романова сделать по этому поводу от имени КГБ заявление Андропов отвечал. Ну что мы будем на каждый их чих откликаться? Это был проект спецслужб. Нужно было создать, нужно было каким-то образом устранить возможного конкурента. Поэтому была придумана вот эта вот замечательная история о том, как первый секретарь Ленинградского обкома устраивает свадьбу, где бьется посуда из эрмитажной коллекции и прочее, прочее. Понятно, что этого быть просто по сути своей не могло, да и не должно быть, потому что это маразм абсолютнейший. Аналогичная история произошла в последние дни правления Брежнева, когда был задержан любовник Галины Брежневой, актер Большого театра Борис Буряцци. История с похищением бриллиантовых украшений у известной уградительницы Ирины Бугримовой прогремела на всю Москву. Хотя сама Бугримова впоследствии не раз утверждала, что ни Буряцци, ни тем более Галина Брежнева к этой краже не имели никакого отношения. Слухи об их причастности к похищению бриллиантов пошли гулять по всей стране. Уже всем известно, что ни он, ни Галина никакие бриллианты у Бугримовой не крали. Уже известно, кто это сделал. Что это сделали по наводке водителя Бугримовой, два пацана. Это все было раскручено, но это все было утоплено. Потому что нужно было оставить эту видимость, вот этой бриллиантовой истории, такую показательную на всю страну, что у нас все подсудны и все остальное. Явная утечка информации, касающаяся личности главы партии и государства, была возможна только сведомо КГБ. Практически уже ничего не соображавший Брежнев, намек все-таки понял. Это был сигнал от Андропова и его союзников, что в государстве появился новый хозяин. Все члены Политбюро и крупные деятели теневой экономики прекрасно поняли, против кого направлены эти удары. Вы можете себе представить, происходит обыск у кого-то. Это такая процедура совершенно стабильная. И сейчас происходит, и когда тогда происходили. Кого берут? Понятых. То есть, вот, значит, бурятцы нужно арестовать. Ну, обыскать, вернее, обыск нужно устроить. Это, кстати, не арест был, а просто обыск. Почему нужно пригласить в качестве понятых служительниц из Большого театра? Причем самых сплетенец, которые, понятно, что на завтра разнесут по всему городу, потом по всей стране, кучу всяких сплетен, связанных с тем, что у него был обыск. А он-то ведь не раз был замечен вместе с Галиной Брежневой. И таким образом выстраивается цепочка. Ах, вот они чем занимаются. То есть, это, конечно, была отработанная система. Последние годы жизни генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева характеризовались началом загнивания партийной верхушки. Именно тогда сложилась система тотальной коррупции, в которой принимали участие высшие государственные деятели, их дети и родственники. И пришедший на смену Юрий Владимирович Андропов повел беспощадную борьбу с этим злом, невзирая на лица. Так начались громкие процессы над управляющим госцирком Калеватовым, директором Елисеевского гастронома Соколовым и многими другими, тесно связанными с Галиной Брежневой. Кто-то говорит сегодня о ее там доброте, о ее конфликте с отцом, о том, что она старалась нести добро окружению. Но, видите ли, здесь Бог судья нам, а не оценки, значит, тех или иных журналистов или тех или иных политических деятелей. А если посмотреть на Божье предопределение и на итоги, которые Бог уже подвел по всем контактам Галины Брежневой, то я вот напомню вам, значит, судьбу ее ближайшего окружения, с кем она была в постоянном контакте. Я бы назвал прежде всего директора Елисеевского Соколова, который был расстрелян. Калеватов, руководитель цирков страны, получил 15 лет тюрьмы. Щелоковы покончили с собой. Буряция – 5 лет тюрьмы. Чурбанов – 5 лет тюрьмы. И поэтому вот все-таки итоги ее деятельности, вот как человека, который несет какой-то эгрегор свой собственный и эгрегор свое окружение, вот таковы. Советские люди жили и работали как прежде. Варили сталь, сеяли хлеб, учили детей. Ученые продолжали делать открытия, которые только сегодня входят в практическую область. Но все это было как бы по инерции. Горячий запал первых комсомольских строек, покорение Целины, подходил в прошлое. Страна наполнялась всевозможными слухами и сплетнями, которые отражали закулисную борьбу в кремлевских кабинетах. Слабеющая власть и ослабевший Брежнев стали лакомой добычей для многих своих же соперников, что, в общем, конечно, соперников и соратников в одном лице, что, в общем, конечно, и было использовано. Ими, а в дальнейшем уже и теми, кто, в общем, строил, так сказать, планы, гипотезы об ослаблении своего геополитического противника. Поэтому мне представляется, что несчастная Галина Леонидовна со всеми ее слабостями это человек, слабости которого попали вот в эти жернова истории. Жена Цезаря вне подозрений, некогда сказал гениальный Юлий Цезарь. Он прекрасно понимал, что жены и дети первых лиц любого государства оказываются чаще всего тем слабым звеном, через которое можно влиять на первое лицо. О роли женщин в большой политике мы знаем только по слухам. Кто реально принимает решения, способные изменить мир? Официально избранный мужчина или стоящая за его спиной женщина? История дает нам богатую пищу для размышлений. Ну, вы помните прекрасно такой анекдот, как бы, так сказать, ходил о той же чете Клинтон, когда он спросил у своей жены, а вот кем бы ты была, если бы ты вышла замуж, вот за того парня, с которым ты встречалась до меня. А она сказала, я бы была женой президента. И у нее ни капли сомнений по этому поводу нет. Если говорить о Горбачеве, то, по сути, и так же, как и со многими другими политиками, народ, говоря о демократических процедурах, мы имеем в виду только мужчину, но мы не знаем и не выбираем ту женщину, которая за ним стоит. А если посмотреть на факты, то после ГКЧП инсульт-то произошел не у Горбачева, а у Раисы Максимовны, потому что для ее жизненной позиции это был основной удар. Я просто некоторые примеры приведу, но возьмем, скажем, вот такого политика, как Михаил Саакашвили. Жена у него Сандра Рулов, голландская подданная, и, соответственно, его шаги видно, что тоже находятся под явным влиянием супруги. Или, скажем, Ющенко. Жена его, Кэтрин Чумаченко, ну, она работала в Госдепе и в Минфине Соединенных Штатов, и поэтому точно так же позиции Ющенко, они во многом перекликаются с интересами вот этих структур. И это не есть, как бы, так сказать, умышленные какие-то шаги, это просто такова психология человека, которую не всегда осознает и сам человек, подпавший под это влияние. Говорят, история ничему не учит. Это не совсем верно. Она не учит тех, кто не хочет учиться. Поэтому история уставшего, постаревшего Леонида Ильича Брежнева и его дочери Галины дает нам хороший урок на будущее. Когда мы говорим о том, что члены семьи должны быть вне подозрений, то я думаю, что, во всяком случае, в сегодняшней России большинство политических лидеров вынесли этот политический урок и достаточно твердо. Я хочу, чтобы и последующим было так, потому что это создает то нормальное спокойствие в обществе. А главное, политический лидер или группа политических лидеров своими семейными отношениями должна подавать пример другим людям, чтобы семья и их, и семьи в их стране были нормальными, прочными, любящими, полными и добропорядочными. Женщины творят историю, хотя история запоминает лишь имена мужчин. Генрих Геймер Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова